благодарим господа за то что он всегда с нами и с нами он духом святым потому что дух святой он здесь с нами пребывает с каждым из нас он может быть вездесущим он может быть везде с каждым кто ищет его кто нуждается в боге и слава богу за эту любовь господню за то что мы не оставлены здесь сами но с нами господь духом святым и немного хотелось бы размышлять о духе святом о его качество характеристиках кто он и начиная с бытия мы видим что там сказано о духе святом написано так первая глава бытия 2 стих земля же была безвидна и пуста и тьма над мест над бездною и дух божий носился над водою дух божий уже был и он и вот это вот его характеристика носился над водою он такой как бы инертный в движении то есть дух это дыхание дышит то что не стоит на месте веяние ветра часто сравнивается с таким вот движением и дух святый вот он все время как бы ну как как для меня я так понимаю что это какое-то движение это не просто вот остановился и вот и стоит но он неизвестно откуда приходит и не знаем когда уходит но вот там человек ощущает вот он есть и иногда прям исполняется духом и вдохновляется и вот духу хорошо и он успокаивается в сердце человека так он все время как бы как движение но сердце человека ему хорошо ему комфортно удобно и он там успокаивается успокаиваемся и мы успокаивается дух и вот бог он движется почему же мы празднуем праздник троицы и в чем сама суть праздника сошествия духа святого на землю в деянии говорилось в первой главе седьмым стихом даже восьмой но вы примите силу когда сойдет на воздух святой и будете мне свидетелями в иерусалиме и во всей иудеи и самарии и даже до края земли это было обращение к апостолам к ученикам иисуса христа чтобы они ожидали когда сойдет дух святой чтобы они ждали чтобы они не не вникали когда это не искали времена сроки но чтобы они искали самого духа святого самого господа и и там пребывая в иерусалиме на них сошел дух святой и вот эта сила она проявилась каждому из нас сегодня нужна сила божья сила чтобы противостоять каким-то искушением и испытаниям силам тьмы которые есть и противоборствуют человеку пытаются его погубить чтобы каждый из нас имел возможность победить и преодолеть все эти испытания нам нужен дух святой без духа святого человек слаб немощен он проигрывает и не иметь ни силы ну как бы такой мощи преодолеть когда я смотрю на примеры примеры библейские даже того же давида как он побеждал как он одерживал победы я понимаю что это не своей силы что этот дух святой его вдохновлял и он смог в сфере война скажем так быть продуктивнее сильнее мощнее и сам он написывает переживание когда дух святой сходит на него когда дух святой наполняет его и в семнадцатой главе псалтыря написано так я буду читать выборочно несколько мест с тридцатого стиха с тобою я поражаю войско с богом моим восхожу на стену бог не порочен путь его чисто слово господа щит он для меня для всех уповающих на него ибо кто бог кроме господа и кто защита кроме бога нашего бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь делает ноги мои как олени и на высотах моих поставляет меня научает руки мои брани и мышцы мои сокрушают медный лук и там дальше говорится насколько он как бы благословлен и когда он вдохновлен насколько он силен становится что говорится что и враги они бегут и они просто ничего не могут сделать они рассыпаются они просто падают под ноги а бог ему дает силу и умение сражаться он просто ну мастерски становится как бы таким воином и поражает и побеждает и у него есть сила сражаться с многими их много а он один и даже израильтяне видя что ну его народ видя что бог с ним боясь чтобы святильник господин не погас как бы они даже когда-то говорили что ты как десять тысяч таких как мы то есть когда на тебе господь когда на тебе дух святой и господь с тобою и силы его действует через тебя тогда ты ну просто как десять тысяч вот один против десяти тысяч не потому что как бы он какой-то особенно а потому что дух святой сходит на него именно в этой сфере давид он начинает побеждать и быть лучшим потому что бог наполняет его сфер сферы где господь может действовать очень много и направлений для каждого хватит у каждого свое может быть у каждого свой талант и свое какое-то преимущество когда господь сходит на человека человек становится другим вы примите силу вы станете другими людьми говорит господь когда на вас сойдет дух святой и у давида это было вот в царствовании в сражении бог помазал на то чтобы освобождать скажем так вот тех племен которые израильтяне не освободили земли расширять вот сферу влияния он его поставил на царство и когда дух святой сошел на него он он начал как бы возрастать в этом я верю что когда дух с ним прибывал то он служил для господа и делал то что ему повелено в данном случае он воевал сражался и у него это получалось очень хорошо если сегодня на нас дух святой сходит то мы можем в своей сфере где-то тоже быть лучшими кто-то может проповедовать и говорить слово божье и люди каются и они слышат плачут и меняются если мы где-то кому-то помогаем то когда дух святой сходит у нас любящее сердце мы хотим помогать мы хотим что-то делать мы хотим мы не можем оставить оставаться равнодушными и помогаем кому-то и не проходим мимо потому что наше сердце оно переживает это действие духа святого когда мы может быть молимся за кого-то это тоже ну действие духа святого где-то сражаемся стоим в молитвах берем пост и когда дух святой сходит мы можем делать больше и эффективнее все это может быть умножено силой божию и мы иногда удивляемся как такое может быть даже врачи которые делают операции верующие молятся за какого-то человека не раз такие свидетельства были и дело операции они просто удивляются как я такое мог делать такие сложные операции я даже никогда такого не делал тут рука сама делает операцию она все четко все точно она прям я такого сам никогда не мог врач выходит даже неверующий когда господь по молитвам верующих что-то совершает даже неверующие врачи они сами удивляются и говорят наверное с этим человеком бог наверное его бог сильно любит и они где-то понимают что они бы так не смогли но по молитвам верующим дух святой начинает действовать и когда на грани смерти человек он выходит из этого диагноза он оживает он восстанавливается и врачи иногда удивляются разводят руками и все это действие духа святого потому что кто-то молится кто-то постится кто-то трудится кто-то и дух святой он в разных сферах он действует если мы даже просто где-то на работе делаем свою обычную работу но когда мы воодушевлены вдохновлены то прям оно радостно делать ты как бы ну сам радуешься тебе нравится хоть и усталость хоть трудно но как-то сердце и душа они как бы вот поют и хорошо ты делаешь эту работу с улыбкой на устах и все это видят и всех хотят вот как бы поблагодарить того человека который вот так вот работает в любой сфере и мы можем быть вдохновлены духом святым хорошо когда дух святой пребывает на верующем и когда дух святой действует и тогда какие бы ни были обстоятельства что бы ни было даже когда трудности какие-то испытания в писании говорится не думайте что сказать что ответить потому что в то время дух святой он дает человеку мысль дает нужное слово дает направление так что даже открываются какие-то тайны так что даже ну дивным образом решаются вопросы и вот у каждого может быть вдохновение у каждого может этот шаг расширяться как у давида руки научатся битве человек может делать больше сильнее дальше многочисленнее эффективнее только потому что с ним господь вы помните он был советник у давида и он давал советы как от бога я думаю что это тоже какой-то вот дар такой от бога чтобы дать тот же совет чтобы мудро рассудить и увидеть как нужно поступить что сделать бывает 10 человек они смотрят на ситуацию и не понимают что делать как и только у одного как бы ясное озарение ясное понимание здесь вот так нужно делать вот вот как вы все не видите как вы все не понимаете вот сделайте вот так и будет благо 10 сагледатов пошли освобождение посадят землю восемь смотрят и говорят мы не можем победить и только двое говорит, как не можем? Нас же такое многочисленное, нас же так много, а их вот тут горско. Ну да, они большие, они великаны, рослые, но мы же их можем победить. И они ясно видят, что с Богом мы можем победить и забрать эту землю. А остальные восемь не видят. Как важно быть в Духе Святом, как важно чувствовать Его прикосновение и понимать, что Бог, Он хочет людям помочь, Он хочет их поддержать, и не оставляет их одних. Господь не бросил нас самих на произвол. Господь, когда был на землю, Он совершил свою миссию, пошел на небеса и упросил Отца, чтобы Дух Святой, Он сошел на землю, чтобы Дух Святой вместо Него, вместо Иисуса Христа, здесь помогал людям. Он не оставил нас сиротами, Он не бросил нас самих на произвол судьбы, но дал нам третью личность Духа Святого. И мы этому радуемся, тому, что Господь, Он здесь вместе с нами, что Он не оставляет нас, и Он нас поддерживает, и Он во всякое время одеснует. Когда мы можем, в любое время, когда бы мы не попросили, Он всегда рядом, Он одеснует. Мы можем Его призвать, и Он придет, как тихое вение. Когда-то пророк Михей, он видел видение, как не заложил закладочку. Когда хотели погубить царя Ахава, и он видел, как израильтяне не разбегаются, как они поражаются, и был один такой пророк Седекия, который в принципе, он другое пророчествовал под духом ложным, скажем так, духом лжи. И он говорит такую фразу. Третье царство, 22-24. «И подошел Седекия, сын Хинаны, и ударил Михея по щеке, сказал, «Как, неужели от меня отошел Дух Господний, чтобы говорить в тебе?» То есть, Дух, он тихим веянием, не знаешь, откуда он приходит, и не знаешь, когда уйдет. Вот он Седекия потерял, разорвал связь с Богом и послушался того хитрого духа, который обманывал, и он даже не почувствовал, что Дух Господний отошел. Когда Саул тоже потерял Духа Святого, он наверняка тоже сразу не почувствовал, но со временем на это пустое место начали нечистые духи, я так думаю, заполонять свободное место и пытаться мучить Саула. и как важно не потерять общение с Духом Святым, чтобы чистое место не осталось свободным и просто, чтобы Дух Святой не ушел как бы от греха, которого человек делает, от беззакония, которые не позволяют Богу жить в наших сердцах. как важно, чтобы Духу Святому всегда было место в нашем сердце, чистое, святое, ухоженное, чтобы ничто нечистое не мешало Духу Святому обитать в нас. Как важно, чтобы каждый из нас искал общение с Духом Святым, искал общение с Богом посредством Духа Святого. И пусть Бог благословит, чтобы мы помнили, что этот великий дар Господь дает человеку, человечеству, и чтобы мы дорожили тем, что есть у нас. Мы хранили и в то же время, конечно же, трудились с помощью Духа Святого, с помощью Бога, завоевывали Царство Божие и, скажем так, побеждали Царство Тьмы. Пусть каждый из нас ищет, вдохновляется Духом Святым, умножает свои силы, становится более эффективным и продуктивным. Пусть Бог благословит. За этого мы благодарим Бога и прославляем за Духа Святого, давайте встанем и помолимся и поблагодарим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok